ДОТА 2 ФРЭЙШ МАЙТ КАУНТЕР СТРАЙК ГЛОУБАЛ ОФФЕНСИВ БАРМ ХАС БЕН ПЛАНТЕ И ПЛЕЕЕР АННОУМ БАТЛГРАУНДС Чего кто-то вообще играет в это говня? Предметы из всех этих игр без дополнительных комиссий и по выгодным ценам ты можешь обменять на сайте ЛУТФАРМ А главное, здесь есть внутренний баланс, с которым обмениваться намного удобнее и выгоднее Но если даже этого тебе недостаточно, то здесь можно сделать вот так Господь Боженька, спасибо тебе большое за то, что создал сайт ЛУТФАРМ Ну и за то, что ссылку на него оставил вот там в описании Всем привет, с вами Игрлинк и это новый выпуск репортажей со дна И сегодня вы узнаете Почему не стоит быстро выкупаться, если против вас играет Виверна? Как Аганимна Антимаги может спасти от дуэли с Легионкой? Всё это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего выпуска Поехали! И первый момент, на сегодня команда Силсвета зашла на ХГ Дайры пытаются дефаться, однако Пуч начинает жрать СВ, но убивает его При этом ещё и сам динается и на этом месте остаются драться только Фантом Лансер и Мипа И тут на помощь Фантому приходит Виверна, кидает она ульт в Мипа и Мипа убивает сам себя Но после этого он выкупается, а ульта Виверна-то всё ещё действует Он снова отправляет себя в таверну Хотя он и выйти-то оттуда ещё не успел Я думаю, что немногие из вас знали о том, что ульта Виверна остаётся действовать на вас даже после того, как вы умрёте Так что если Виверна всё-таки дала в вас ульту, то вы будете находиться под её действием ровно столько, сколько она длится И даже если вы умерли и потом выкупились, а время действия ульты всё ещё не закончилось То вы будете находиться под её воздействием даже после выкупа Так что имейте в виду Я думаю, что многие со мной согласятся, что Аганим на антимаге это довольно сомнительный айтем Когда антимаг играет против Легион Коммандер, потому что дуэль в любом случае дастся Однако в этом случае именно Аганим спас антимага от дуэли с Легионкой Зачем-то решивший сбить этот Аганим Баратрум, сам того не понимая, засейвил Аэма и тот просто пошёл дальше фармить себе крипов в лесу Я уж не знаю, зачем Баратрум разбежался на антимага Может быть он подумал, что у того линка и при этом не посмотрел на его предметы Может быть он вообще думал, что у антимага ничего нет и пытался разбежаться для того, чтобы помочь Легионке В любом случае, прежде чем делать разбег на Аэма, Баратруму всё-таки стоило чекнуть его инвентарь Потому что тогда бы он понял, что делать разбег стоило всё-таки после того, как Легионка дала бы свою дуэль Ну а здесь уже другой антимаг, фармит он Рошана и враги, несмотря на то, что они находятся очень близко к Рошпиту, даже не догадываются об этом Сначала Дайры втроём нападают на одинокого Дезераптора, но потом к нему на помощь приходит СМК Начинает она ультить, Дезераптор всё равно погибает Свен прожимает ульту, бьёт СМК и сам того не замечая, убивает Рошана просто сплэшом от своего второго скилла Более того, из команды Сил Тьмы этого не замечает вообще никто А вот команда Сил Света, чей антимаг, собственно, и бил этого Рошана, изначально это всё прекрасно видела И АМ, заметив, что враги вообще не поняли, что произошло, прыгает в Рошпит и подбирает этот самый Аегис А потом ещё и спокойно уходит от погони Я даже не знаю, как сформулировать мораль, которую нужно вынести из этого момента Ну, наверное, она должна звучать как-то типа, проверяйте каждую секунду, не убили ли вы Рошана случайно Ну, учитывая, какой движ там происходил, плюс ещё тот факт, что Дайры не знали о том, что антимаг забирал Рошана, как я уже говорил То, в принципе, конечно, можно их понять, но мне единственное, что всё равно непонятно, как они не услышали звуковое оповещение о смерти Рошана Походу, они всей командой в доту без звука играли или музыку слушали, я уж не знаю Ну, а здесь ЦК решает помочь Личу разобраться с врагами, которые решили залезть за вышку Под ногами у ЦК путается Тракса, но она ему не особо интересна, ему интереснее вот этот вот Свен Да ещё и станд прокнулся 4 секундный, но что-то он его не бьёт, а всё дело в том, что рифтом он затащил самого себя в деревья Ну, а Свен спокойно уходит к себе на базу В прошлом выпуске у меня был момент, когда ЦК дал свою ульту и оказался на Клиффе Ну, а здесь ЦК дал свой второй скил, а оказался между деревьев Чё-то я как-то каждый раз всё это смотрю и понимаю, что у ЦК реально опасные скиллы Причём опасные в первую очередь для него самого То он на Клиффе оказывается то в ловушке между деревьев Мне даже страшно представить, в какие места его могут завести его первый и третий скил Ну, я думаю, что как минимум в таверну Там ещё и нейтралы с малого кемпа пытались побить Свена, но у них урона явно недостаточно было Идём дальше, и здесь у нас Мистер Паджес фармит крипов и стоит на меду против Клинкса Фармится ему не очень весело, поэтому решает он Хуком добить Катапульту Но буквально за долю секунды до Хука это Катапульту сжирает Клинкс И в итоге Пуч фармит не Катапульту, а самого Клинкса Опять же, помнится, в прошлом выпуске был момент, когда Пуч хукал Инвокера А того загораживал Крип, и этого Крипа сожрал Некрофос И Пуч всё-таки попал Хуком по Инвокеру Здесь же никакого Некрофоса не понадобилось Клинкс сам сожрал Крипа, а точнее Катапульту, которая загораживала его от Хука И это при том, что Пуч даже не целился в Клинкса Он реально хотел эту самую Катапульту себе притянуть и зафармить её Но я думаю, что он не сильно расстроился из-за того, что на Хуке к нему прилетела не Катапульта, а Клинкс Двигаемся дальше, и здесь у нас Бестмастера Пытаются забрать трое персонажей из команды Сил Тьмы У него почти получается забрать Некрофоса Но тот вовремя даёт второй скилл, спасается Да ещё и Косо убивает Бестмастера И казалось бы, уже ничто не угрожает его жизни Но своей пассивкой он добивает Красного Некра, которого пытался убить Разор Я даже не знаю, кто больше виноват в смерти Некрофоса Бестмастер, чьи Некры бежали за дедом Или Разор, который двумя тычками оставил Красному Некру столько ХП, что он в итоге откинулся от пассивки Некрофоса Ну а Некрофос, убив этого Красного Некра, соответственно получил урон за это и отправился в таверну Ну а Бестмастер, по-моему, должен сказать спасибо Разору Ну а здесь у нас двое фулл-ХПшных персонажей из команды Сил Тьмы преследуют Пуджа Стоит сказать, что перед этим Рубик уже успел своровать у Пуджа второй скилл Так что, подойдя к Пуджу поближе, Рубик начинает юзать этот самый второй скилл Но Пудж не промах, начинает жрать Рубик и в итоге не ободинается Не знаю как вы, а когда я смотрел этот момент в первый раз, то я мог предположить любое развитие событий Но уж точно не предполагал, что все это закончится тем, что и Пудж и Рубик задинаются Да при том еще и одновременно Даже несмотря на то, что Пуджа бил лайнсер Даже несмотря на то, что на него действовало сразу два его вторых скилла Он все-таки смог протянуть до того момента, когда откинется Рубик за счет своей ульты Ну а что произошло дальше, мы с вами и так уже знаем Ну а если этих моментов вам показалось мало и вы вдруг пропустили прошлый выпуск То не забудьте прямо сейчас на него перейти и посмотреть Ну и на этом все И не забывайте ставить лайки под этим видео Подписываться на каналы в Телеграме и на Ютьюбе И конечно же нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых выпусках Ну и как обычно, все те, кто прислал моменты, которые попали в выпуск Получат от меня по 228 рублей Ну а если вам самим есть что прислать, то вся инфа прямо сейчас на экране Ну а с вами был Игорь Линк, до встречи на дне ровно через неделю Всем пока!